Игра на кубызе Межнациональное единство В этом ключе они разрабатывают свои мероприятия В прошлом году выиграли грант от администрации Владивостока На проведение национального праздника Сабантуй Который посвящен окончанию весенних посевов В этом году разработали другой проект Родники культуры России Участники планируют проводить бесплатные интерактивные занятия Со школьниками города, приобщая их к своей культуре Сначала будем рассказывать историю Из возникновения культуры башкир Из истории возникновения культуры татар Дальше будем показывать национальные одежды И будем песни и на татарском языке, и на башкирском И танцы, татарский танец и башкирский Участники говорят, что дадут школьникам померить национальные костюмы И поиграть на инструментах А также научат танцевать татарские танцы Кстати, практически во всех них заложена какая-то история А каждое движение означает конкретное действие Которому можно найти аналог в быту Даже есть танец, рассказывающий, как готовить национальное блюдо бешбармак Ну, например, понесли, да? Вот это вот понесли, этот самый казан, как говорится Принесли, поставили его на костер Сеем муку, сеем муку, вот так И вот идете, да, и перебираете ножками И ножками сюда перебрали, перебрали, перебрали Потом все это самое Нарезали, нарезали, пересыпали Все, а потом уже вот это вот собираете И опускаете его в казан Помимо опытных участников, в конкурсе грантов от администрации есть и новички Такой является молодежная общественная организация «Авиапоиск» Они занимаются тем, что ищут обломки разбившихся во время войны самолетов Устанавливают личности погибших членов экипажей и ставят им памятные доски За несколько лет они нашли свыше 120 самолетов и похоронили 23 летчика Сейчас мы решили сделать то же самое, только комплексно подойти именно ко всем местам падения самолетов, где погибли летчики Ну и провести эти мероприятия, привлекая к этому молодежь Администрация Владивостока проводит конкурс социальных проектов от некоммерческих организаций с 2014 года Принимают идеи, рассчитанные на один день или долгосрочные, на несколько месяцев В бюджете Владивостока предусмотрена сумма в размере 1 миллион 200 тысяч рублей на реализацию социальных проектов Поэтому примерно 8, может быть 10 проектов смогут стать победителями Их конкретное число зависит от суммы, которую указали конкурсанты Одобренным идеям администрация готова покрыть до 70% расходов Проекты активистов самые разные Они предлагают повторить сорочинскую ярмарку, создать школу овощеводов, провести фестиваль многодетных семей И доставлять еду всем нуждающимся одиноким людям Всего подано 24 заявки 10 февраля жюри их оценит и решит, чьи идеи профинансировать Ирина Мокрецова, Андрей Макаров, Новости на Восьмом